Вечер добрый, дорогие друзья, дорогие подписчики. Друзья, сегодня прошла очень интересная информация, поэтому будет очень развернутый комментарий. Вы, может быть, будете удивлены моим мнением, может быть, нет, но в любом случае я его выскажу. Потому что у нас свободная страна, каждый вправе высказываться и каждый вправе говорить то, что он считает нужным. Молчать об этом нельзя, особенно когда происходит такое. Друзья, я буду максимально тактичным, максимально конструктивным. Значит, сегодня Минюст, суд Москвы, признал экстремистской организацией радужную организацию. Радужный коллектив, я бы так сказал, из четырех букв. Сами знаете, какая. Что характерно, в суде, когда проходило судебное разбирательство, судебное, значит, заседание. Судья высказал мнение и сказал, что нет никакого ответчика по этому поводу. То есть, в принципе, этой организации нет. Как он сам заявил в Телеграм-канале, вы можете это у меня прочитать. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет у меня в закрепленном комментарии под видео. Мало того, то есть, никто не пришел. То есть, была вот эта вот Минюст РФ, которая, значит, у нас за права человека, прочее-прочее, борется-борется. В итоге, организацию признали экстремистской. Знаете, что, друзья, меня больше всего выбешивает? То, что наши правители, ну, вернее, наши господа депутаты лезут в чужую жизнь. Каким образом? Они вот вечно, бесконечно нам что-то запрещают, делают в кавычках все для народа, во благо людей и прочее-прочее. Запрещают пропаганду. Запрещают вот эту радужную пропаганду, хотя у нас существует и традиционная пропаганда. То есть, традиционная пропаганда всех устраивает. Хотя нам с детства прививали, что, да и, в принципе, и родители, наверное, многие говорили, что, когда доходило до этого разговора, пропаганда – это плохо. То есть, изначально любая пропаганда, неважно какая, она плохая. Потому что она зомбирует мозг населению. Поэтому даже традиционная пропаганда, она несет некий вред. Какой? Я вам сейчас объясню. В общественном транспорте мы очень много наблюдаем такую картину. Стоит девушка, значит, с мужчиной, и прилюдно при всех начинают сосаться и прочее-прочее. В губы люди это все видят, люди на это никак не реагируют, потому что в обществе это принято. Но радужная организация никак себя не проявляет. В общественных транспортах они не целуются, за ручки они не ходят, ничего у нас это не делается. Пропаганда лишь в интернете. В интернете, да, но в интернете сейчас много всего. Так мы что, теперь должны запретить интернет или что? Я не понимаю, если у нас свободная страна, если у нас все так прекрасно, все хорошо, каждый вправе высказываться, так почему же наши депутаты лезут в личную жизнь людей, кто с кем спит, кто с кем, так сказать, чего-то там делит. Мы же в их личную жизнь не лезем. Хотя, знаете, много у них наверняка потайных скелетов в шкафу. Вы что думаете, что у нас все такие депутаты хорошие семьянины, которые, так сказать, только мы, это самое, жена, дети, все, больше никаких любовниц, никаких любовников, никаких молодых мальчиков и так далее. Но, конечно же, это не так. Есть множество депутатов, которые так или иначе относятся к этой радужной организации, если можно назвать вообще этой организацией, сообщества. Они, часть депутатов, относятся к этому сообществу, только им за это ничего не будет, потому что они принимают законы, не народ. Сегодня в телеграм-канале, опять же, ссылочка будет в закрепленном комментарии у меня, дочь Владимира Соловьева, известного телеведущего, высказалась против вот этой самой экстремистской организации, чтобы ее признали экстремистской. Дочь известного телеведущего также считает, что неприлично просто, вот мерзко, подло лезть в личную жизнь людей. У нас вот хотят чуть ли не все запретить. Знаете, вот такое ощущение, я, может быть, буду утрировать, но тем не менее, скоро нам запретят в туалет ходить, скоро нам запретят жрать, что-то высказываться, будем вообще молчать и будем крепостными рабами. Это вообще как? Это нормально? Ребят, по мне это ненормально. Каждый человек вправе жить с тем, с кем он хочет, спать с тем, с кем он хочет. Я против извращения, против пропаганды абсолютно любой, традиционной и нетрадиционной. Поэтому я считаю, каждый вправе выбирать, с кем спать. И нашим бы депутантам, депутатам, так сказать, нашим уважаемым, если не в кавычках уважаемые, следовало о своей личной жизни задуматься. Вы что думаете, что у них все радужно? Да глубоко ошибаетесь, ничего у него не радужно. Да и Владимиру Соловьеву все-таки надо как-то поутихомирить свой пыл, когда он начинает визжать на телевидение и говорить про тех-то, про тех-то. Но если ты у нас такой человек, который, значит, за традиционной ценности, за семейной ценности. Объясни своей дочке, почему же она-то против того, чтобы признали эту организацию экстремистской сообщества. Объясни. Субтитры создавал DimaTorzok